Посмотрите обязательно, ребята, сегодняшнее видео целиком и полностью. Вы узнаете, как развить мощность удара. Не силу, не скорость, а именно мощность удара. Это не от меня будет информация. Информация будет от специалиста по всем принципам Виктора Николаевича Силуянова. И расскажет вам это все, и покажет не обычный человек, а человек, который подготовил очень много бойцов мирового уровня. И, кстати, для тех, кто в теме, он 8 лет был главным тренером American Top Team. Смотрим. Физкульт, привет, друзья и ученики. Я снова в гостях у Стефана в Кайзер-юниверсити. Всем привет. Кто еще не знает, если вдруг есть такие люди, Стефан является профессором, он сам спортсмен. Он также сотрудник лаборатории Виктора Николаевича Силуянова. Был учеником Виктора Николаевича, работал совместно с Виктором Николаевичем. Также Стефан 8 лет подряд был одним из главных тренеров American Top Team. И является также консультантом сайта fit.samba.ru. Обращаю на это ваше особое внимание. Заходите на этот сайт, найдете очень много полезной информации. А вообще, кто хочет больше знать, наберите в гугле Стефан Диэс и почитайте, чтобы вы понимали, какого уровня человек, какими знаниями обладает. Именно поэтому я стараюсь как можно больше этих знаний получить сам и поделиться с вами. Здравствуйте всем. Здесь мы в Монтверди Академии, где тренируются очень большие, очень высокий уровень спортсменов. Они молодые, но огромный талант. И состепене, и деньги получаются, и спонсоры, и хорошие ребята. А с помощью тренажера Кайзер мы покажем вам, как правильно тренировать именно для мощности. Для мощности вес не должен быть очень большой. Что происходит? Если ты увеличиваешь вес очень большой, мощность, пик, мощность может падать. И каждый повтор мы можем определить, количество повторений, которые мы сделаем, и в каждом повторении мы могли определить процентов от максимума. Это означает, что человек падает меньше, чем 80%, для мощности это нехорошо. Могли силовая выносливо злоработать? Да. Если мощность очень низкая, но вес высокий, тогда работаем на силу. Работаем на силу удара, а не на мощность удара. А с этим прибором, это Кайзер прибором пинематический, как мы говорили. Что происходит здесь? Мы можем посмотреть нагрузку. Нагрузка в этом примере фунтов. Это 15 фунтов. Количество повторений. Сколько повторений ты хочешь сделать? Можно посмотреть пик, пауэр, мощность, пика. И процентов каждого повторения. Например, он будет сделать один повтор. Это упражнение для красивой мощи, которые могли использовать ватой. Первое упражнение, он сделал 355 ватт, это 100%. А теперь... Меньше скорость, это еще показывает пик. А теперь будет второй повтор. Второй повтор, а это означает, что только 61% от первого раза. А ты можешь посмотреть, когда человек начинает уставать, это означает, что это был пик, это только 60%. Мы хотим, чтобы было минимум 85-90%. Посмотрим. Теперь, что случилось? То же самое. 100% 355. Может быть, он еще увеличивает. Попробуем, чтобы увеличил. Очень. Верно. Ага. Что случилось теперь? А теперь увеличивает. Раньше было 355 ваттов, а теперь он смог сделать 494 ватт. Это означает, что более мощно. А как мы сделаем? Повтор еще 4. Теперь... Now you're going to do 4 in a row. 4 in a row, 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 4 in a row. Посмотри. 70, 80, 75, 83. Это означает, что 2 повторения он сделался хорошей выносливо, хорошей скоростью, а 2 не очень. Примерно мы хотим, если работаем на мощность, на мощность каждый повтор больше 85. Это означает, что либо должен отдыхать больше, либо меньше вес. Это примерно как мы сделаем. Это для косы мощность. Теперь будем показать, как для мощности прямой удар с нашего ученика. Как много? Окей, now let me show him. Посмотри на экране. Это поставили теперь 20 фунтов. А если я и то и другое нажму, что происходит? Мы сделаем снова, чтобы мы считали. Но тогда меняю чуть-чуть. Я хочу, чтобы конкретно было 20 фунтов. А теперь с боксером, как мы понимали, не сделаем. Сначала он будет сделать движение на кросс. Видишь там, что процентов 322. Ты сможешь теперь посмотреть, что увеличивал пик. И предыдущий было 437 ваттов. А еще два повтор, потому что всего отдела 6 повторений. было 89. Это означает, что хорошая мощность для повторных упражнений. Как мы могли сделать. Это означает, у нас есть разные видео. Один из видео мы сделали сила, силовая скоростная кривая. Помнишь, это сила по периодизации. Это если человек иногда, они хотят работать на мощность, но они добавляют очень много вес. Что происходит? Теперь я поставлю 35 фунтов. Посмотрим, что мы видим здесь. Это означает, что еще мощность была 437, но теперь только 70% от этой мощности. Это означает, что вес был очень большой для человека. Это очень обычная проблема, которая возникает. Люди хотят работать на мощность, но на самом деле они работают на силу. Если он мог на силу, можно. Смотри еще раз на видео по периодизации и поймешь. Сделай на силу. Теперь что делали? Сделали 4 повторения, но уже работали на силу, не на мощность. Чтобы сделать на мощность, что должны? Для такого спортсмена, это означает, что было очень сильно. Должен снизить. Теперь раньше было 20 фунтов, теперь попробуем сливать 25 фунтов, но сделаем. Есть тоже карточка, которую поставь сюда, чтобы сбросить. Я считаю сам. Потому что с карточкой поставлю карточку сюда и сразу все обнуляется. Ну посмотрим. Было 437 фунтов, попробуем. Очень хорошо. А теперь что случилось? 486 ватт. Это означает 100%. Для него раньше мы сделали 20 фунтов, он получил только 430, что-то. А потом поставили 35, это было очень много. Работали на силу, не на мощность. А с 25 уже получили 100% 486. И примерно можем делать тот же самый аппаркад, теперь другая рука. Мы ставим аппаркад. Работали. Коматый. Работали. 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 Ча-рад? П来. Твою люди. смотри для апперкот поставили 15 фунтов он уже получил 486 и это 77 процентов от это потому что мы сделали несколько повтор мы продолжаем запоминаю вас если сделан очень много повтор на мощность мощность начинает падать а если ты работаешь просто сиган телес или прибор ты не сможет как из посмотреть все это а со специально кайзер тренажера и можно в каждый повтор посмотреть как он влияет теперь он будет сделать сеть ударов и ты сам посмотришь сюда самое главное чтоб ты не давай тоже смотри окей видишь что случилось теперь мощность начинает падать это означает либо должен должны отдыхать этот группа мышц работа на другие упражнения либо снизить вес давай снизим вес и посмотрим что происходит окей теперь получила давай поставим тринадцать фунтов и посмотрим с этой руки он получил триста тридцать пять это сто процентов это означает каждый повтор он сделал примерно одинаково меньше мощность чем прямая рука чем чем прямой удар но все равно он смог держать такой мощность на 5 повтор это как сделать хочу напомнить вам что вышли в свет две мои книги отдельно для девушек отдельно для парней серия фак фитнес вы обязаны изучить эти книги если вы являетесь персональным тренером инструктором если вы хотите получать грамотные знания о том как правильно начать тренироваться чтобы не навредить тебе и самое главное чтобы вы шаг за шагом ступенька за ступенькой поднимались улучшая свое здоровье чтобы начать это упражнение это для удара как мы могли сделать мы поставили резиновую на самую жесткую а потом он сделал 5 повторений делал 5 повтор это в принципе как быстро все это сделать и меняем резинку и каждый это увеличивает примерно 10-15 килограммов каждый уровень это увеличивает примерно на 10-15 килограммов партнер сегодняшнего выпуска animal northrop лучшая гармошка друзья которую вы можете себе позволить по промокоду который вы видите сейчас на экране вы получите скидку на сайте animal north окей теперь мы будем объяснить как сделать контрастный метод раньше мы видели как на земле уже это сделать с резины меняем разное явление сопротивление 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 а теперь как мы сделаем это упражнение а тим кролли а мой мой друг который главный тренер здесь монтверди он посмотрел как сами люди мотокросс спортсмены которые прыгают на мотоцикле как они тренируются они тоже в флориде очень большие ребята третий ребят и они козли и они посмотрели что это упражнение хорошо для кисть когда они травмироваться поэтому это упражнение можно для боксера можно для теннисист можно для баскетболист и тоже на 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 пропорцепторы работы как не и вверху 5 1 2 3 4 5 теперь мы идем сюда и 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 Вы готовы? Да. И идите! Да. Вы готовы? И идите! Теперь еще метод, которым используем контраст. Разные вариантов. Сначала нажим лёжа, потом медицинский мяч на септоре. А теперь TRX. Объяснил. Да. Да. Нет. It's отделение, ну-ка? Раз, два, три. Чувствую. 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 П músculos. Штюниет. Продолжение. И… Наволено! это контраст метод показали три варианта как это сделать очень-очень главный момент здесь чтобы показать иногда человека работа много ногами они туловище не очень много и поэтому можем тоже от колена сделать и самое главное здесь чтобы работам и левую сторону и правую сторону поэтому мы будем делать 5 повторений в каждом сторону это тоже как тренировать уже с левая сторона и правая сторона чтобы чтобы мощность была примерно похожей потому что иногда люди тренируются только одну сторону это означает когда они меняю базу они не могут выполнять то же самое мощные упражнения в другую сторону вот тоже кайзер тренажер типа жима ногами я пробовал очень классная вещь теперь ключ есть нашли ключ а с ключ сразу все по новым делом вот эти теперь что вы должны делать мы хотим мы хотим чтобы начали не очень много будем сто сто пятьдесят фунтов поставить и сделать чтобы блок пресс фунтов сто пятьдесят пятьдесят четыре ватт это сто процентов Делай меньше, 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 меньше. Не, для того, чтобы сделать меньше, меньше, меньше. Я пытаюсь. Этот, он двигался быстрее, что получилось. 80, 58. Он увеличивал. Окей. Тогда сделаем наоборот. Сначала сделаем быстро, а потом замедляем, чтобы вы видели. Второй подход. Быстро. 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 Окей. А теперь смотрим, что случилось. 2260 ваттов. Это получает очень хороший, потому что вес небольшой. Это означает, что человек быстрый. Нет? Нет, последний. Что происходит? Иногда в тренажере люди начинают утомляться. То же самое, 150 ваттов. Что получилось? Пик было 2200 ваттов, а теперь только 50 процентов. Это означает, что только 1000 ваттов он мог сделать. Это означает, что либо он не восстанавливался, либо не пытался сделать правильно. Теперь посмотрим, как он сделал. Очень быстро. Увеличивает 2764. Посмотрим. Увеличивает 2764. Увеличивает 2764. Посмотрим. Теперь увеличиваем. Будем 185 фунтов поставить. Я хочу идти. Увеличивает. Ид. Ид. Окей. Что случилось? 2884 ваттов. Это очень огромная мощность. Давай еще. Ид. Спло. Хоп. Практически 3000 ваттов. Это мощный Гонзало, он мощный. И сделаем снова. Акей. Ид. Гоп. Скорее? сделать с этим тренажером мы могли бегать бежать и сделала она нога на уйданного если он бегать смотри каждый нога получилась 37 40 процентов потому что конечно пик мощность было очень высоко 33 тысяч пятьсот тысяч пятьсот ватт это огромная мощность сколько повторению сделал 25 повторений это ярдов это если они бегают они как и сделала в американский футбол 40 ярдов люди должны бегать и мы могли там показать как они бегают и примерно в такой вес как он весит потому это это его вес человек весит сто восемьдесят пятых фунтов примерно восемьдесят три килограмма и смог сделать три тысячи четыреста практически три тысячи пятьсот пятьсот ватт а в реале о чем другой ученик боксер он весит сто пятьдесят фунтов поставили тоже сами сто пятьдесят фунтов а теперь что он будет дело он будет бегать по сорок ярдов как примерно мы мы бежим в американский футбол я уже посмотрели на экрану как он бежит это пик мощность и как он бежит каждый повтор антил когда получится сорок ярдов он начал больше кидом а давайте фоне и гонки 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 что могли посмотреть это тоже определяемся когда бегом сорок ярдов это примерно сорок метров получилось 30 она повторений тридцать один повтор шаг пик пауэр пик мощность и процентов от пика это означает что в конце он начал падать а как ты можно сделать тренировать несколько спортсменов посмотреть сколько времени чтобы он бей бей бегал это сорок ярдов и процентов от пика как он выдерживает нагрузку это означает что его уровень подготовленность увеличивается друзья я уверен что это видео было полезным для вас наверняка вы взяли что-то для себя для своих тренировок огромная просьба ставьте лайки Стефан Диэс будет видеть что вам нравится его видео пишите это в комментариях задавайте ему вопросы и больше видеороликов я смогу записывать с таким грамотным специалистом в первую очередь это нужно конечно же вам и это помогает развиваться каналу что мне тоже приятно ведь мы работаем для вас чтобы вы грамотно правильно тренировались что может быть лучше всем пока друзья увидимся в тренажерном зале